Друзья, здравствуйте! 3 июля на улице первый проливной дождь в этом году, но будет дождь не самый худший дно. Почему я продолжаю эту тему? Это будет примерно шестая серия. Я надеюсь, что их будет 200-300, пока я жив. Почему? Есть на то причины. Причин много. В этом году самое страшное было это удар во время уже не только сведения деревьев по всей России, Украине, Белоруссии, Казахстан, Южная и Западная Европа. Вот. Вы видите, как подскочит цены на крупы. Вот. Потом пошли... Ну, то есть, это все были уничтожены частично листва на деревьях из-за поздних заморозков. Так. И были уничтожены цветы там, где еще цвело. Вот. Это все привело, приведет к последствиям. Вы испытаете на своих кошельках. Это раз. Потом начались страшные ураганы. Это значит... Так. Страшные ураганы. Это... Москва. Подмосковье. Вывороченные с корнями деревья. Погибшие люди. Потом Северо-Восток во главе с Санкт-Петербургом. Опять вывороченные деревья. Погибшие люди. Коллег, понятно, никто не считал уже. Вот. Сотни побитых машин. Тоже неприятно для тех, кто все же скопил на скромного жигуля. Вот. И такое было. И тогда я решил буду продолжать фильм. Вот. Это называется серия для новичков. Для студентов и школьников. Студенты и школьники сюда, конечно, не посмотрят. А наш брат-новичок. Это 20 до 70. Да? 70-летние люди говорят. Хотим. Надеемся. Вот. За что я их уважаю. И тогда я придумал эту новую серию. Почему? И посмотрев 100, 200, 500 мои фотографии, прокомментирую их мной. И уже это будет пользу больше, чем эта университетская программа. Там учат всему. Кроме как вырастить деревья. Российские федеральные телеканалы, которые специализируются на сельскохозяйственную тематику. То же самое. День за днем. 100, 200, 500, тысячу дней подряд смотрите. Вы научитесь многому. Даже стряпать научитесь. Вот. Почему-то учат и этому. Кулинарию. Но мы никогда не научимся выращивать деревья. В лучшем случае научитесь искалечить. Продолжаем эту тему. Мы остановились. Немного. Удается прокомментировать. 10-20 фотографий, не больше. Мы остановились вот здесь. Следующая фотография не прокомментирована. Вот она. Вот. Сувенир Востока. Большой урожай плоды не крупные. А еще увидите фотографию. До 100 грамм весом. Вот. Посмотрите на шифер в соседний дом. Видите? Вот он шифер. Вот она крыша. Это значит, я этот, так сказать, по институтской программе артиллерист. Старший лейтенант запаса. Мудро. Командир огневого взвода. Вот мое фирменное слово. Привязка к местности артиллериста. Вот он дом. Значит, эта фотография фирменная моя. Уже поэтому не спутаешься. Есть еще пример. Когда легко, когда эту фотографию присвоила, ну, где-то, наверное, 50-70 плодопитомник. Почему присвоили, сейчас объясню. Смотрите, когда я даже никуда не нажимаю, навожу мышкой сюда. Я вижу, что она была сделана в 2007 году. Так. Вот. 14 августа. Видите, когда созревает? В конце августа. Она почти созревшая. И было это 17 лет назад. И до сих пор она фигурирует на десятках-десятках сайтов. Почему я вам ее показываю? Во-первых, феноменальный сорт. Я когда-то назвал сувенир Востока королевой сада. Вот. Я ее в это самое выменял у нашего местного авторитета, царство ему небесное, Тижика Николая Ивановича. Вот. Подалил его шелковицу. В ответ взял черенок и разножил ее. Вот. И тогда я был в шоке, потому что, когда я к нему попал, а я именно был еще исследователем, я попал к нему как искатель и нашел. У него было 15 деревьев. Откуда выписал? Красошанская станция садоводства. Тогда там царство Усачев. Я очень уважаю Николая Александровича. Вот он у нее и выписал. Это сувенир Востока, 15 деревьев. Расцвет. Я попал на расцвет. Он уже ходить не мог. Он стал инваридом. Сам на костылях. И сад у него был крутой. Он не мог туда зайти. А я заходил, любовался. Ну вот. Потом этот сад все-таки захерелся. С его сыком он погиб. Он один из тех людей, которым надо было в красу книгу для таких создавать. Упал, ударился головой и умер. Мало того, что инваридом был. Еще скоро постежная смерть. Вот. А мне это осталось на памяти. Это, конечно, автор ее сувенира Востока. Это китайцы. Спасибо Росошанской станции, которая ему черенки он выписал. А я у него. И вот результат. А почему эта фотография пришла по душе полсотни мошеннических сайтов. Мошеннические почему? Пусть когда эту фотографию взяли, вставили себе на сайт, люди будут думать, что у них вот это будет. И глубоко разночируются. Потому что никогда то, что привозят с юга, никогда ни один перекупщик не знает, что он продает. Это страшная железная правда. Теперь. Почему именно это? Потому что есть еще другие фотографии. Ну, давайте я немножко сейчас заскочу вперед. Вот через одну. Почему? Потому что так получилось, что я фотографировал, и у меня несколько деревьев заплодоносило. Вот одна из них. Вы видите вот эта линейка? Я ведь учу новичков. А вы купитесь как? Ну, тоже сувенир Востока. И еще перебрут. И еще несколько других названий появилось. Линейка выдает. Это же линейка. Выдает всегда вот это вот, когда доводишь и получаешь. 14-го. Опять 14-го августа. 27-й год. Вот. Но она выдает, она только подтверждает мое авторство. Представляете, если кто так, кто ее присвоит, будет говорить. Это мое. Железовый мальчик. А у меня дополнительная заказательность, вот эта линейка. Она фирменная. Видите? Тогда давайте еще несколько фотографий посмотрим. Раз уж они идут. Обычно по одной этапе, а тут сразу несколько. Вот еще одна. Она тоже украдена. Тоже десятки. Я не преувеличиваю. Потом как-нибудь покажу. А может быть даже сегодня. Чтобы не быть голословным. Почему? Учеба заключается сегодняшняя в том, чтобы вас научить, и чтобы вы могли разоблачать этих мошенников. И не покупаться на уходочку. Миллиарды людей уходят и за границу, и к нашим мошенникам. Но только вы ничего не имеете взамен. Следующая фотография. Вот. Это у меня одна из деревьев. была плоды 80 грамм. Вот она. Самая крупноплодная. На тот момент. А у чижика были 100 граммовые. Но у него было 15 кустов. А у него только 3 куста. И у него даже за 100 грамм переваривали плоды. Не на всех деревьев. На отдельных. Вот это его уровень. От 50, скажем так, до 100. Ну и еще. Тут посмотрим. Вот тоже. Вот это уже 100 граммовые. Вот. Но их у меня было всего несколько. Остальные опять же. 50, 80. Ну впечатляет? Надеюсь. Давайте эту тему закончим как. Поверьте, я никогда не готовлю. Почему? Потому что я много лет занимаюсь этим делом. Я уже как магнитофон. Я уже заранее знаю, что я скажу. Так. Итак. Фото. Ни разу не искал именно ее. Абрикос. Вот видите, я искал. Колновидное фото. Вот. Разрезается. Да. Это почему? Потому что это особая моя тема. Почему мне нужно разрезаться? Потом поймете. Это тоже имеет отношение к садоводству. Абрикос Академик. Абрикос Серафим. Это я находил фото. Вот. И так далее. А вот именно сейчас фото сливы. И мы поищем там мои фотографии. Сливы Сувенир Востока. Вот. Похрен вам мой длинник завораженять. Вот. Слышь вам. Садко. Пласт. То есть. Ей уже торгует. Плачу. Плевать на то, что она из моего сада. Плевать на то, что тут моя фотография. Так, нет? Так, нет? Вот. Что тут моя линейка. Длинник. Ну, смотрим дальше. Первую нашли. И посмотрим, как много их. Не моя, не моя, не моя, не моя, не моя. О! Узнали? Слива Сувенир Востока. Я сейчас показал их 4 или 5. Да? Вот вторая из них. Слива Сувенир Востока. Опять присвоили. Ну, это только один. А, давайте посмотрим, сколько их присваивают. Итак, учеба началась. Я делаю так. Нажимаю правую мышку. Это учеба. Найти изображение в Яндексе. Подчеркиваю. Моя. Вот тут забор. Моя. Моя. Железова. Смотрим. Вот тут вот идет. Смотрите все. Вот она. Раз, два, три, четыре. Смотрите все. Ничего себе разворовались. Сколько их тут? Ну, десятка, два. Ну, давай посмотрим. Купить в Москве 690 рублей. Кто-то выбросит 690 рублей. Тысяча человек выбросит 690 тысяч. Да? Две тысячи рублей. Две тысячи человек уже в миллионы выбросит. И пошло-поехало. Смотрим еще где-нибудь. Смотрим. Вот еще, пожалуйста. Вот это вот тоже известная фирма. Новосемена. Еще давайте посмотрим. Вот. Чернки из сада жиреного. Вот тут все по-честному. Из сада жиреного. А вот еще Том Грин. Слива сувенировцев. Тоже продают с моей фотографией. Вот. Недорого. Вежевский. Я вежевский читал лекцию. Я, говорю, три дня я там проводил семена. Вы что думаете, это, так как телевидение их не заинтересовалось, значит, когда я там был, я заходил специально в союз садоводов. Я говорю, можете, там тоже мной не заинтересовались. А результат такой. Недорого. Пожалуйста. Вежевский. Вот. Травишки продают. Нижний Новгород. Травишки продают. Вот. Почему фотография-то моя. Вот. В Санкт-Петербурге, в Москве, в городах России. Все, дальше не будем смотреть. Интернет-магазин. Дай что такое интернет-магазин. Партию купили, поставили. Помещение хорошо, если в темном, хорошо, если в прохладном. Вот. И они стоят и умирают. Вопрос к радости. Ну, это как. Я это называю интернет-магазином, я называю реанимацией. Садовая реанимация. Есть реанимация для людей. А интернет-магазин – это реанимация для следователей. Но там их никто не лечит. Ждут, когда умрут свои. Или продадут, или умрут. А потом продают умершие. Поняли? Ну что, посмотрели? Полюбовались? Вот. Возвращаемся. Так, теперь. Теперь, теперь. Еще несколько фотографий. Своих же. Она очень популярна. Как она стала популярной в России? Одна из первых моих удач. Помните, 2007 год, да? А я же раньше у нас. А вот в статьях моих уже. Вот же фотографии были. В моих статьях. Еще раньше. Вот. И я, именно я жили, раскрутила на всю Россию. Я же за это и расплачиваюсь. Друзья. Понятно? Я же за это и расплачиваюсь. Итак, продолжаем. Мы обнаружили вот это моя. Вот это моя. Вот. А вот это тоже одна. Но она уже была у меня привита на абрикос. Это особый случай. Вот. Рука моя. Куртка моя. Вот это. Вот она до сих пор у меня. Ходите, у меня в деревню она до сих пор. Вся в дырах, а я ее пользуюсь как бы дыру, дыр и дыр и дыр. Это у вас как-то сих пор у меня тяжело. И все доказать. Нажали. Даже не нажали. Подвели. Так. Вот. А что мы видим? Вот уже чужая. Она уже чужая. Вот это. Ладно, полюбовались. Так, теперь опять моя, моя, моя. Вот это все. Вот. Но это уже, ну это какое-то издание. Пускай, ладно. Это еще не мошенничество. Вот. Снова глядим. Снова глядим. Находим еще фотографию. Эту фотографию мы с вами где были сейчас только. Мы были вот тут смотреть. Вот это же фотография. Вот она. С той стороны дом, соседский дом. И мы с вами, я как артиллерий, что мы делаем? По отрезкам к местности. Вот она же. Она же. Идем дальше. Когда-то она у меня стала темно-синий. Вот. Почему она стала темно-синий? А спросите, так тогда я, вот и сейчас я гадаю, почему она стала темно-синий? Может быть, рингерка рядом оборил? Я не исключаю телегонию. Вот. Давайте я нажму, получу, посмотрим. Но это моя фотография. Давайте посмотрим, кто ее присвоил. А, вот это дача притчатывала мои статьи. Так что тут все честно. Честно, честно, честно. Вот. А то еще накинуться на них в дуо. Так, ладно. Вот это моя фотография. 100%. Описание сорта. Вот. Но вот эта фирма. А ну-ка, если это продает фирма, значит, она успела ее украсть. Все. Ну-ка. А, если просто галерея, все по-честному. Ну, если раз убедился, что наше дело правое, есть чем гордиться. Есть? Есть. Вот. Теперь идем дальше. Идем дальше. Ну, получается, что я именно этой одной всеверой посвящаю это. Итак, вот это мы посмотрели, посмотрели. Моя-моя. Вот. Вот это... Вроде моя, сейчас скажу точно. Да, это тоже моя. Почему забор с соседями? И вот этот самый, многие видели, это называется... И столб могу показать. Все, подчас, вот он столб. Вот. А вот это вот, этот самый, рифленый, как оно все забывает. Это самое, как называется-то, это забор в таком виде. Не рифленый, а... А понятно, дракон. То есть, судя, понятно. Так, идем дальше. Думаю, не все еще. Не мое, не мое, не мое. Не мое, не мое. Не мое, не мое, не мое, не мое. А, начинается... Ну, это, конечно, слева уссурийская, как она попала сюда. Да потому что, фактически, на этом, несколько десятков мы увидели, слив из них, левейная доля моих. Это тоже моя фотография. Вот, честно говоря, не верите, давайте на нем это нажмем. Но, уже другой вид. Это уже китай, это уже уссурийская, слева, сейчас я дойду ее снова. Вот она. Но, вот этот пульсик, это я, моя рука, слева уссурийская, китайка. Так. Ну-ка, посмотрим, ее тоже успели украсть. Тут же не написано слово жареного. Вот. Ну, что, нормально, десяток все-таки присвоили. Ну, что, надо как-то заканчивать, я объясняю сам смысл. Итак, сейчас еще, может быть, меркетель, это моя, так, для понта, я суховая выражение. Это уже пошли эти самые, это уже, они никакого отношения, что нервослока не имеют в сливе. Вот. Здесь у меня пошло все подряд. Просто, когда кончается, вот эти самые, фото сувенира Востока, а тут же фото есть слово, слева есть слово. Вот оно и гонится в победу. Так вот, этого добра хватает, но объясняю, почему вы попадаетесь. Почему это очень важно, то, что я написал для школьников, для студентов и для новичков. Новичков понятно. Значит, если моя самая крайняя, как это делать? Итак, хозяин, это же интернет-магазина или мошеннического питомника, то есть питомник есть, там тоже розы могут какие-нибудь давать, но у него нет маточного сада. Почему и фотографии воруются интернета, своего лазочного сада нет, а продать надо. И вот он говорит, компьютерчик, у всех красивые сайты. Говорит, берете, лезете в интернет, набираете слива сувенир Востока и выбираете самое лучшее. А ему же лень вот тут искать, он же как бы первый же взял и угадал. И моя слива оказалась на мошенническом сайте. Вот эта очень крупная, вот, тоже на мошенническом сайте оказалась. Вот, так вот, получается, вот эта еще крупнее, тоже на мошенническом сайте. И вот так вот она и происходит. Вот это вот единственное в мире дерево. Сейчас я наберу, найти изображение. Я уже научил, нажали, ухрупнили, найти изображение в Яндексе. Так, а она же очень смотрится. Ну, смотреть все, нажал. Смотрите, что делается. Теперь переставим. Вы видите, что делается, нет? Ну, тут 30-40, да? Вот, и везде, где угодно вы ее можете купить, но купить только на самом деле вы ее не купите. Вот, и она уже пионеркой стала. А что? Она уже позднее красавица стала. Она уже мармеладная, очаковская. Ой, а я и не знал. Вот, а я все сувенир Востока, сувенир Востока, сувенир Востока, сувенир Востока. Вот, в Санкт-Петербурге продают, да? Мои фотографии. Все, мы сейчас будем заканчивать. Но я сейчас объясняю, почему, зачем я все это вам рассказываю. Вот, сейчас я вам объясню. И так полюбовались на крупноплодную сливу. Это 80 грамм слива. И так, и вот это моя, и вот это вы уже поняли. И вот это, вот. Вот, и, и вот это, в общем, получается, она и слива в первой десятке, в первой двадцатке. И тогда компьютер, который, ну, пофиг, вы ему сказали выбрать самое крупное. Вот он и выбрал. Сейчас только вот это демонстрировал, да? Он и выбрал. И вот так попадает, и теперь их легко разоблачить, или хотя бы отказаться от покупок. Зная, что если вы, если вы нажмете и увидите, что это повторяется 40 раз, вероятность, что то самое хозяйство, где вы покупаете ее, вы еще, нет. А вдруг именно одно из 40, а вдруг вы нарвались от того, вот чем эта фотография. В данном случае моя. А вдруг, в другом случае, а ихняя фотография. Что надо дальше делать? Надо просто взять и позвонить. А дальше по голосу. У вас есть матыши сад? Есть. А скажите, почему его нету на сайте? Вот есть обязательно три плода, пять плодов. Вот, или, как нас учит незабвенно Валерий Константинович, почему вот эту фотографию присваивают, сказать? Да потому что целое дерево, полдерева вы видите. И вроде бы создается впечатление, что у них есть сайт. Понимаете? Вот. А на самом деле нет у них ни хрена. Все, будем заканчивать. Я вас чему-то, надеюсь, научил. Вот. И дальше мы будем с вами. Смотрите. Это только начало. Вот. Тут есть вечерняя фотография. Я вас призываю. Вот 750 просмотров. Ну, плюс на Яндексе. Ну, пусть тысячи просмотров. Это еще чуть ли не рекорд. Это крайне мало за неделю. На всю Россию не тянем пока. А я бы вас многому мог научить. Ведь это же фотография не только рекламная. Вот. Видите? Имею я право учить других. Это что? Сказать, что это такое? Это с двух-трех деревьев снято. Вот. Сказать, что это такое? Это значит, что вы никогда не будете попадаться. Потому что груша даже на ровном месте сгнивает за несколько лет. А люди этого не знают. И нет груша России. Никто не знает, что вот это самое слабое место. Вы поняли, почему надо продолжать продолжать? Везение вы видите. Для школьников, студентов и новичков. Хотя бы, ребята, хотя бы новички. Ну, еще ставьте лайки, чтобы привлечь внимание. Раз. Вот. Школьников и студентов пока не будет. Почему я работаю, как это называется? Я работаю в долг. Я работаю как бы на будущее. Я работаю в прок. Потому что придет время. И биология будет не такая, как сейчас. Знаете, что сейчас какая биология? Вот. Знаете, школу-то все кончали. Вот. Идиотизм полнейший. Закончить школу не умеет ничего. Я не говорю, что там пилить, строгать. Даже дерево вырастить никто не может. И не умеет. И даже преподаватели не умеют. Вот чем беда. А придет время. Вот. В школе будет проходить всерьез. И будет программа, основанная на моих вот этих же фильмах раз. Студенты, каждый. Это я долблю, долблю в будущее. А то так красиво, когда выступает министр высшего образования и науки. И так красиво говорит. А он сам не знает, что у него-то в высших учебных заведениях ни хрена ничему не учат толком-то. Свиду-то все благополучие. Что надо, чтобы было? Поступает студент, сельхоз, вуз. И ему дают деляну. Это может быть сотка две. Там всего-то может в университете на сельхоз 100, 200, 300 студентов. Эту сотку умножаем на 200, 300. Это всего-то 2-3 гектара надо. И тогда он обязан на это вырастить сад. Пока учится, вырастет сад. Через 4-5 лет, может 5 лет, а захочет за 4 года получить диплом. Почему? Он преподаватели, они же экзаменационная комиссия, должны пройтись по саду, увидеть здоровое деревья, ломящиеся от фруктов, угоститься этими фруктами. И там же в саду подписать диплом, и там же накрыть стол. Раз уж принято это, накрывать столы, то прямо в саду. И вся закуска это яблони, груши, персики, абрикосы. Вот что должно быть. Понимаете? И вот здесь совершенно случайно вперед забегаю. Я сейчас только заметил. Вот это, Тимирязевская академия. Видите? Вот. И вот эти люди, те, кто студенты учатся там, они никогда не вырастят. Они чему-то учатся, мы все учились понемногу. Но они никогда это не вырастят. Вот это вот. Понимаете? Никогда. Потому что их этому не научили. Все. Очередная серия закончена. Посмотрите, сколько здесь ценных советов, ребята. Вы поверите, что этот сад он настоящий. Вот. А вы мне, а Тимирязевку сейчас только показал. Я даже, знаете как, вот. Где она там, эта Тимирязевка? Уже куда-то сделалась. Уже куда-то делась. Вот. Я бы хотел. Сейчас я ее найду, надеюсь. Сейчас. Сейчас только показывал эту преподаватель, с которым я познакомился. Вот. На данный момент исполняющий обязанности директора этого сада Тимирязевского. Я хочу, чтобы вот это все переехало в Тимирязевскую Академию. И чтобы выпускницы Тимирязевской Академии не учили калечить деревья с невероятной злобой к веткам, которые обязательно должны быть. Понимаете? Вот теперь я закончил. Все, друзья. А, кстати, а как же рекламная пауза? Как рекламная пауза? Все, вот. Хотя здесь практически все привито. Но привито на что? На мои же подвои. А подвои такие, что они даже без привычки могут дать прекрасные сорта. Поэтому давайте еще раз. Это я все листаю. То, чего не может быть никогда. Вот. Давайте начнем. И вот такое заказывать. Видите? А потом на них привить вот такие апорты. Вот такие жигулевские. Вот. И так далее. Вот. Вы поняли. У меня есть коллекция семян. Коллекция особая. Вот. Сейчас я, наверное, все-таки вам ее покажу. Ага. Сейчас, наверное, я вам ее покажу. Так. И тогда уж точно закончу. Почему? Потому что это ваш шанс. Не мой шанс, что я заработаю. А на самом деле это ваш шанс. Вот. Мой архив уникален. Единственный на планете. Здесь две-три нобыльские премии. Десяток государственных премий. Но пока сюда никто из ученых заглядывать не собирается. И так каталог. И так каталог. Перешлите друзьям. Только до гостей с сайта, канала. Вот. Косочки, абрикосов, слив, вишен, черешен. Пытаться в леду сухой. Кодовое слово гость. Сейчас только сухие. И вот то, что у меня осталось. Потом остановите запись, когда будете смотреть. Так. Вот. И вот это вот. Вот это вот. Просто-напросто. Перепишите и говорите. Хотя бы 10 королевских. Хотя бы 10 баев. Знаменитый сорт. Хотя бы 10 воин. Мой клон. Амур, обрыжих. Вот. И когда вы наберете 7 наименований по 10. Это всего 1000 рублей. Если 14 наименований по 10. Это получается. 2000. Не разоритесь. Вот. А будете иметь что? Где там сейчас был? Где там был? Вот. Где там был? Я уже оттуда. Чтобы выйти. Вот. Вот здесь я был в 2008 году. Вот она. Вот это мы проходили. Сегодня мы проверили. Всего несколько этих проверок. Все. Пошли несколько фотографий. Вот. И представляете, что вас ждет? Вот он Сижик. Николай Иванович. Волшебник. Вот он. Эх, если бы о нем заботились бы. Вот. Медицина. Он бы не разбил голову. Упал. На взнос. Ну все. Ладно. Кстати, вы знаете, почему вот это? Это чужой сад. Это черемушки. Вот. И у многих из вас такое вот. Почему? Это будет дальше. Дойдем до этой фотографии. Вот. Фотографии тысячи. Я вам заранее сочувствую. Итак, не забудьте побывать в моем. Заказать каталог. Лучше всего заказать по WhatsApp. Вот. 8, 960, 776, 86, 72. И тогда вы окажетесь. Можете мне. Именно по WhatsApp. Это мой каталог. То, чего не может быть никогда. Видно. Вот это хотите покажу? Только подождать, пока вы не дома сбегаете. А? Подождать? Да. За Вальдовом. Вот. И такие косточки есть. Ну, как вам это? Ненавище реклама. Вот. Вот такие дела, братья. Я вас называю братьями. Если мы братья, значит, вы дадите мне возможность дальше заниматься этим. А я вам дам возможность выращить такие же сады. Поэтому я считаю вас братьями. Мы кто? А, я за листом, знаете, куда? Потому что на слух не все воспринимают. Это все. А каталог непростой. Я же вас и всему научу. Поняли? Я же вас и всему научу. Это особый каталог. Это учебный каталог. Вот он. Это мой электронный адрес. Вам, думаю, сложно его переписать, да? Вот. А вот мой телефон. Именно вот этот телефон. Знаете, что я сделал хитрое? Я его сейчас укрупню. Вот так укрупню. По латсапу заказывайте этот каталог. Это не каталог. Это мышь и демо. Это 40 лет. Вот. 40 лет. Такой беспрецедентной работы, не имеющей в себе равных нигде. Вот. Кто хочет сайлиться, это к невестке. Видите? Ну что, друзья. Ой, что тут случилось. Кота вот-то. Потография часть исчезла. Ну-ка, 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 ну-ка. А как это случилось? А дальше все есть. Ну, это уже моя проблема. Хотите вот это? Вот это? Вот это. Вот. Ни в одном научном саду нет таких. Я видел, какие у них. Вот. Знаете, почему нет? Потому что у меня клоны и вегетативные гибриды. А это направление наукой считается, уважаемая наукой. Просенькие сорта. Любуйтесь. Совершенно просенькие сорта. Пожалуйста. Ну и в России даже такого нет. Это для меня просенькие. Для вашей древности. Для вашей древности, ребята. Керсенькие. Черешни. Это чуть ли не единственный ребенок в Сибири. На всю Сибирь. Почти единственный. Который может есть черешню с нашего сана. Раз. А все, что несколько сибирских десятков питомников сибирских вам напишут. У себя нарисуют. Часть фотографий нарисована. Часть моих или с интернета. Я показывал только одно слива. Это касается всех. Вот. Якобы выращивают черешню. Ранее. Нету черешни в садов сибири. Нету. Все. Теперь вот точно все. До свидания, друзья. Продолжение следует.